парни категорически вас приветствую с острова русский блоги из дальнего востока продолжаются я ищу машину для автопробега с дальнего востока на северный кавказ эта история только начинается позади меня значит океанариум приморский и бухта житкова я вот думаю как офигенно осенью прошлого года я был в самой западной точке нашей страны в калининграде светлогорск путешествовал значит по курской косе город балтийск балтийская коса ну это прям западнее некуда здесь конечно не самая восточная часть нашей страны но из крупных городов конечно это владивосток но из городов поменьше это я думаю находка зимой значит я жил два месяца практически на берегу нила конечно всех денег я такой жизнью не заработаю и двухметровой плазмы у меня нет в трехкомнатной квартире или что там сейчас модно но такая жизнь не по душе гулять кстати тут офигенно полазил еще по береговой батареи очень красиво и море красивое и ландшафт суперский в общем если будете в этих краях рекомендую парни у меня предстоит долгая дорога через всю страну по федералке но ведь всего лишь 20 лет назад это было совсем по-другому когда человек брал там ружье какой-то обрез ехал несколько дней на поезде потом под какими-то обстрелами там погонями добирался назад или платили какую-то дань там автоподставы и так далее даже вот фильм спец я думаю все смотрели с города уссурийска основаны на реальных событиях возможно кто-то из вас именно гонял тачки в то время там неважно где вы живете там красноярск и иркутск или местный кто-то там свадика или хабаровска очень интересно узнать так сказать из первых уст как все это было но желательно конечно на камеру но можно даже и без если такие есть напишите мне там не знаю куда-то в личку в инстаграм или на почту как вам удобно ну или хотя бы в комментах отпишитесь сегодня у нас базарный день на авторынке зеленый угол также посмотрим пару машин по объявлениям сравним без пробежки с пробежками посмотрим на реальном примере стоит ли переплачивать за беспробежную машину либо же сэкономить и взять машину от одного хозяина значит тут ветер погода морская сегодня днем вообще такая знаете странная очень странная была погода влажность не сто процентов а сто сорок шесть наверное по прогнозу написано было мороз ну короче это ты идешь как будто в облаке дождя нет ну ты просто намокаешь просто смотришь я по пуховику кстати для путешествия летом пуховик вот пригождается ну все гол на авторынок выходной это не намного больше народу или там дальше будет пока что все точно так же здрасте сколько стоит машина 1 и 2 дана там 1240 спрашиваете я да я уже сказала пока вот с таможня 4 воды климат-контроль вообще не ржавый ни капли подогрев сидений подогрев сиркал без ключевой доступ два ключа старт-стоп две электрических двери в туманке ужин руль там дохометр шмахометр все есть понятно 500 сколько 70 а сколько это занимает вот эти птс там вот эти оформления а может быть через час кирова ты можешь и так не там смысл какой птс набираешь тебе далеко это птс набираем забиваем наверху зова он показывает пока не готов сегодня утром был не готов сейчас через час будет готов все и все есть только нету электронного подтверждение они уходят очень дорого а если в таком состоянии найти не знаю прям повезло реально вот загляни поднимите вообще не рад у него японец менял литье почему знаю почему менял литье потому что он даже купил новые гайки старые гайки поезде короче сидишь как в продосе и от газуешь он бодро набирает и прям от каждого колеса чувствуется что идет короче инерция и не ты вообще едешь реально как на прадике вот такое ощущение никогда не подумаешь на такой маленькой машинке Цубиси это как Сорлево да? так это и есть Сорлево там под капотом Сизуки написано только адаптивные фары они вверх-вниз и лево-право все понятно ладно хорошо посмотрю спасибо да красотища тут конечно но по горам лазить не очень комфортно все заведенные стоят и и и и и и и с ainen Сузука похоже на шевролет но двери не разъезжаются и цены нет наверно отшибе самое дешевые места там тоже кто-то не успел продать машину раз и вон там два блин ну вид а вот видно может отсюда может в этих таких в облаках еще охренеть вот это да японское море он все видно но это я на самую вышел куб гор забрал авторынка какая штуковина на зеркале интересная камера обзора вот это я по-моему не видел тринадцатый год 375 нисанчик что без шильдиков ну ка это че тринадцатый год 365 какой же это ваша все да да вот там 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 дверь разъезжает там вообще стулки нет очень интересная машина дверь отъезжает и у нее стойки здесь нет у нее вот так делается то есть места много это сиденье ложится в столик делается комплектация максимальная а это че такое и люми это на музыку там подсветка будет а дверь электрически открывается повердор вот это да нет и открывается так же да они все примерно одинаковые только разница в комплектации его внешне вид Такую маленькую Миру или Альту, такую не надо, и хотят садиться, тут садишься, знаешь, как на стену, наверх как, на табуреточку, на кресло, садишь, ну они у нас, и мы их не берем, я их не люблю, у меня товарищ даже купил себе, они, ну у него там джекрузер есть, я такую купил себе, ну у меня ребенок маленький, вот и нет, стены, 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 да, конечно. Наоборот, за счет этого интересно. Мы тут столик убили. Нет, я остануясь, нас спрашивают. Мы затаскиваем. Кстати, мне сидеть очень удобно. А так все свежее. Ну, майская, либо на Калаеве. Поговори, что будет. Большой скинет. Десятки скинет. Колесики, колесики. Позвать открыть вам? Ну, давайте. Недалеко же, наверное, где-то хозяин. И вот еще Nissan. Это одинаковые машины. А, ага. А, тут и хозяин один и тот же. А, так я позвоню сейчас, номер же есть. Да его нету, а ключ я вам все дам. А, его нету, да? А потом потом нету. Все, понял. Ну, здесь разъезжается вообще офигенный плюс. У меня ребенок. Я это знаю. У вас тоже кейкарды? Да, вон там, где он там. Вон зеленый стоит. Такс. Как всегда, педальный узел, обзорчик. Бюджет на газеточке. Здесь маленько протерто. Здесь вот так. Там одна, да, наверное, электрическая? Ну да. У меня тоже одна. Бывает две. А вы свою тоже продаете? А? Продаете эту безбелую крышу? Нет, это я, я животное зеленое. Ага, понял. Одно тысяча рублей полтора недели. А этот, смотрим, табличечка. Так, ну здесь, здесь уже руль кожаный. Здесь поинтереснее. Вон мультируль. Получается и здесь кнопок побольше. Как минимум, вот, туманки. А стоят дешевле из-за цвета, что ли? Вот интересные вставочки такие. И строчка. Блин, этот поприкольней. Так, ну здесь что-то, здесь что-то, конечно, фигня какая-то. Дверь тоже одна электрическая. Руль, непонятно, то ли это здесь его обтягивали, то ли что. Ну здесь неплохо так, приличненько все. С доводчиком. Это получше вариант, чем Танта даже. А, ну здесь типа столика нету, да? 165 на 55. Ну здесь чуть-чуть есть рафтинки. И силикона много. Ну все, я посмотрел, спасибо. Ага. Ну серый больше понравился. Да? Почему? Ну салон как-то поприятнее у него. Да? Да. Ну кому что? Ну звонить, торговаться хозяину, да? Да. Можно тут как бы позвонить, без разницы. Хорошо торгуется? Я думаю, что нет. А что тут торговать еще? Ха-ха-ха. Ну как всегда есть все. Да, слава ищите. Это же рынок. Ну я торгую еще 10 тысяч. Понятно, ладно. Ну я телефон сфотаю. Сейчас иду смотреть по объявлению. Человек подъехал. Кстати, здесь без проблем подъезжают все. Ну и готовы подъехать. Даже сами предлагают. Что радует. То есть нет такого, что там с места не сдвинусь. Приезжай на адрес там. Хотя вон пробочка здесь стоит. И все равно. Значит, смотрю Мазда белую. Мазда Делик. Вон она стоит. Спасибо, что приехали. И рассказывайте, что хорошего, что плохого. Ну блин, ничего плохого не могу сказать. Ну что плохого? А вот это что-то ржавчина какая-то? Ну это да, вот. Жучки? Чуть-чуть. Это получается окрасы были какие-то, да? Нет. Там ничего не красили. А это из-под родной краски так лезет, да? Ну блин. Плохо, да, я понял. Я так понял, скол был. Но чуть-чуть. А, тут получается и здесь-то вообще, да? Ого. Она электрическая, да? Да, в обе две отсадки. Зажигание. А я сейчас там кейкары смотрел, так вроде. Ну да, она крашеная, видите, резинка даже закрашенная. Да. Масло поменял два дня назад. Что льете сюда? 5.30 и дымится. Ну да, свеженькая. Здесь тоже закрашенная. Что, не видели? Ну это, видимо, когда мы еще покупали. Ну я говорю, не видели ее, когда покупали? Да нет, как-то на это, знаете, не смотрели. Ну аукционник в основном смотрели. Запаску положили. В пакетик, да? Ну, просто тут до этого пенопласт был, и запаска там, ну, не рассчитана. А, то есть запаски здесь нет в штате? В штате нет. А что, есть ремонтный набор? Да, просто ремонтный набор. Положили запаску. О как! Интересно. Намного надежнее. Ну да. А так вообще проверяли ее прибором? Потому что она вся крашеная? Нет, она не крашеная вся. Ну двери передние точно как-то еще крашены. Это весное, поэтому... Еще и так покрасили, странно, что резинки эти аж прям слоем таким. Арочки, как себя чувствуют тоже. По цене торгуетесь? Смотри, а сколько? Она и так понизирует. Да вот не знаю, что-то ржавчина, это меня как бы это смущает. Я вот не знаю, что ее перекрашивать, это менять надо. Посмотрите, сколько стоит дверь. Тысяч двадцать, наверное. Нет? Три тысячи. Понятно. Ну, не знаю даже, что сказать. Что-то ржавчина и там, и там. Четыреста как смотрите? Четыреста мало. Мало, да? Да. Ну сколько у вас нижний ваш предел? Да, я даже не думал, если честно. Но... Четыреста тридцать, если заберете. Сегодня. Так-то машина, блин, интересная. Вот это... То, что я смотрел сейчас беспробеговую, такие, конечно, подороже стоят. Ну, конечно, да. Ну, там они как конфетки все. Так, понятно. Ладно, подумаю туда, спасибо. Вот, кстати, удобно. Заправочка сразу для машин. Семечки. Чай сорок. Блинчики шестьдесят. Яичница тройная сто пятьдесят. Гречка шестьдесят. Все по шестьдесят. Берниры короче. Супы сто. Беречневый. С колбасой тоже сто. Нифига тут меню такое, блин. Я думал тут пирожки такое продают. Извините, а на косе есть кто-нибудь? Чай, кофе, блинчики. Котлеты, киски или плов. Суп гороховый, борщ, покрошку. А гречневый есть? Нет. Суп гороховый, борщ. Много не наваривай. Все сразу не наваривай. Давайте гороховый, два хлеба и чай. Так, двадцать седьмой регион, это откуда? Еще отъедем, да? Да, да. Не знаю, до куда ехать. Давайте, хорошо. Чистенькие мальчинки смотрели. Ну да. Чистенькие здесь, красивые, намытые. Что, рассказываете, что хорошего, что плохого, знаете? Это без плохого, сломили сколы, до Артема ездят рядом с городом. А такого вариатора служили. Толщину мером ее прощупывали, но у нас такая специфика, ты объявление только даешь, и сразу приезжают три-четыре ютуба. А, да? Сразу, да. У колядин. Ну, люди кто-то же срочно продается, все же об это пишут. Они приезжают, смотрят, предлагают свои цены. И чай, сколько предлагали? Это обычная история. Они вот любое практическое объявление, они приезжают, смотрят, что за человек, кого можно подвинуть, кого нет. Угу. То есть, ну, они же проверяют, но они, ну, шпателы на таком начале. А лобовик вы меняли, да? Нет, не было. А лобовик целый, я вот поймал. А так, что ставили? Подсветку в ногу. Сейчас не видно, но вот если знаете... Да, это подсветка, это такое. И ручки тоже вы ставили, да? Нет, под карбон. Ну да, беспробежные, конечно, они есть беспробежные. Мне кажется, их... Ну, беспробежные люди бизнеса, они... Вы сами спрашивали в компании, собственно, что это есть? А я, не, я смотрел, которые стоят. Нет, я говорю, а в компаниях вы спрашивали? Да зачем мне привезти, мне надо купить? Я просто к чему. То, что... Ну, людей бизнес, как правило, целый никто не может. Угу. Это так, как в себе дело. А это какой-то регион у вас не местный, да? Это... У меня прописка Хабаровский край. А сейчас ты ставишь в любом регионе на учет, тебе дают номера от твоего региона. Что, сколько давали вам перекупщики за нее? Да, перекупы они, Жень, как бы, не надо скинуть, поймать денег. 450. Кто-то дешевле делать. Масло не уходит? Нет. А давно он у вас вообще? Да. Ну, машина давно у вас? Ну, где-то марк. В прошлом году. Угу. А доки есть посмотреть? Доки есть. Ну, документы какие-нибудь. По цене, сколько максимум можете уступить? На что рассчитывать можно? Да... Ну, сильно прям... Чуть-чуть скинуть на мелочи вот эти вот. А там... Ты что, говорит, там, брякает, не брякает? Ну, как бы, я просто зимой загнал ее. Ну, может быть, там, рулевая что-нибудь. Не, я даже ногами чувствую там это... Да нет, оно, если когда стучит... Ну, что-то может есть. Это может быть... Вот сейчас даже чувствую. Это может быть тяга или рейка, которая просто... Ну, а может быть какой-нибудь подрамник. Да, подрамник бы вот так стучал... Ну, я особо не... Мы же в ямке, вот, знаете, вот по ямке специально еду. Угу. Подрамника это, ну, если я правильно понимаю, это какие-то элементы. А я же ее эксплуатирую. Ну, конечно, там какие-то бывают, может быть, эти... Наконечники, которые 800 рублей стоят. Я заехал, мне говорит, есть, нормально. По всей земле. Где, здесь идите? Ну, да, где-нибудь здесь выскочил. Посмотрите, подумайте. Не, ну, вы скажите, скажите, сколько у вас минимум? Ну, вы на сколько рассчитываете? Я же написал цену. Как бы я написал цену, вы посмотрели, у вас есть какое-то предложение. Угу. Если у меня какая-то была другая цена, я бы сразу написал другую. Ну, если так, я до 500 бы опустилась. Угу. Ну, не было. 470, не согласитесь? Ну, чуть-чуть. Так, а вот вы где живете, там какие-нибудь СТО-шки есть? Если что, загнать ее, посмотреть. Ну, у меня столько везде СТО-шки. Есть, да? Я в гиперавто езжу. А то просто, ну, как бы, так, чтобы понимать, чего, как. В гиперавто езжу, но такие вещи обслуживал. Если что-то мне по металлу надо приментировать, то езжу, как правило, в другое место. Угу. Тут, как бы, такая специфика. В смысле, кузовщина, да? Нет, кузовщина вообще нет. Или по металлу? По металлу там. Что такое по металлу? Ну, допустим, менял эти колодки. Вы здесь какой хозяин по счету? В ПТС-ке я второй. Угу. Первый тоже здесь в Владике был? Да, да, да. А можно просто, если, как бы, вы видите, там тоже есть, что там не хотите. Ну, есть, не, я рассматриваю, как бы, хочу посмотреть и сравнить состояние, цена, комплектация же разная. Я хочу и там. Я думал, у комплектации только у них вот в фарах отличаются. Да почему, дофига вообще там столько, сами знаете, у кого-то руль кожаный, у кого-то не кожаный, у кого-то круиз есть, у кого-то нет. У пробежных плюс, что там бывает, кто-то сигналку уже поставил, кто-то там резину отдает. У меня есть сигналку, если честно, у нас на второй там штырь мы вставляем, нагреться на 7-8 минут. У меня-то такая миссия, я хочу купить машину и в автопробег поехать до Кавказа. Вот, ну, вообще по всей стране. То есть, в города прям заезжать. Вот, я не, не, как бы, не, не, если честно, не практически, ну, не, у меня особо машина-то и не нужна. Я ее потом продам, и все. На раз съездить? Ну, ну, как на раз, это все лето. Ну, и в Новосибирске дороже продадите, да? Это все, нет, почему не в Новосибирске, а получается, если на Кавказ приеду, ну, верите. А, вы хотите там на Кавказе остаться? Ну, и в Краснодарском крае, может. Так, понятно, конечно, по цене только 500, да? Ну, так. Или 480, да? Заговоримся. 480 мало. Ну, на что, вот, просто, ну, вот, серьезно, на что? Ну, на ржавчину, на лобовик, на ходовку. Ну, через С80, честно, не буду думать даже просто. Да, просто даже, ну, были такие предложения, я не согласился. А сейчас и лето, мы сейчас пока что-то возьмем. Так, ну, ладно, тогда что, будем думать, да? Вы насчет 480, а я... Да, еще 480, не хочу думать. А это что такое за штука? Ну, ладно, спасибо большое, что приехали. Это, да, в принципе, так все нормально, понравилось. Но есть, конечно, уже недочеты, ну, что вот эта, там, ходовка, стекло... Доходовка, я, я уверяю, там ничего нет. По диагностике, вон... Да, не, я знаю, что бывают, да, резинки эти, стабилизатор, там, и вот эти резинки, они стоят, там, по 200 рублей. А замена стоит 3000, потому что там подрамник надо приспускать. Просто у нас вторая машина, вот там... Там стучит, и по армированию все едешь, там в руль отдает. У вас, да? Да, вторая. Ну, мы ее не продаем, а там родители... А как называется? Toyota Rush. Ну, так вообще, если вот я прям, знаете, как вот здесь говорят, ребята, чем ближе деньги, с деньгами приходи, тем лучше, тем меньше цена. У вас есть такая система, работает? Какая? Ну, если я в банкомат съезжу, деньги привезу? Ну... Ну... Так-то у меня на карте деньги, но я имею ввиду, может, 480 все-таки рассмотрите? Да это... Почему нет? Ну, серьезно, ну, как бы... Я понимаю, но я продаю, ну... Ну, не чтобы... Не чтобы еды купить. Я понял вас, вот прям, вот 485 прям край. Вот... Ну, я не знаю, чем вы занимаетесь, как бы. Так деликатно, вроде бы, и ненагло. Да, кто есть у людей. Вроде бы хотят поторговаться, а они умеют этого и делать. Но, как бы, серьезно, ну, как бы... Ага. Так, понятно, да? Значит, 485. Ну, все, я тогда сейчас пробегусь еще, и... Вам, как что подумаю, я отзвонюсь, хорошо? Да, тогда отзвоните. Нормально. Короче, уже в пылу азарта. Если бы вот он на 480 согласился, наверное, я бы уже готов был оплачивать. Но, значит, взяли время на обдумывание. Ну, и, собственно, до сих пор думаем. К тому же, я недавно заказал видеокамеру. Дней десять мне где-то из Уфы ее ждать. Человек мне отправил. Башкирия, всем салам. Ну, я, конечно же, этому рад. Потому что еще много где я здесь не был. На каких-то островах, еще где-то. Сейчас, кстати, я нахожусь на мысу Купера. Это в самом городе здесь находится. Ну, буквально недалеко от ЖД вокзала. Да, ребят, я вылез немного из бюджета. Смотрел машинки подороже. Потому что, ну, захотелось и Хастлера, и вот эта Mitsubishi Delica. Тоже достаточно хорошая машина. Уже 4 цилиндра в ней. Что такое деньги? Резаная бумага, сами понимаете. Кстати, еще раз хочу всем порекомендовать океанариум. Реально офигенный, за 1000 рублей всего. Есть контактный аквариум, где можно все это потрогать, пощупать, там, покрутить в руках. К тому же, сейчас вот здесь гулял по берегу. Реально, морские звезды просто лежат. Я там закуточек нашел, морские звездочки такие лежат. Ну, есть маленькие, есть побольше. Рачки или какие-то, или крабики, или рачки, кто это, не знаю. Маленькие ползают там что-то по своим делам. Первый раз я увидел в естественной среде медузу разноцветную. Вот она, она прям даже не в закутке была, она прям там возле берега плавала. То есть природа тут вообще шикарная, но я тут только начинаю осваиваться. Недавно, значит, я провел голосование в сообществе на ютубе, если кто не знал, есть и такое. И картинки выкладываю там, значит, вот провел голосование по поводу тачки. Большинство проголосовало за беспробежный кейкар. Ну, я рад, конечно, потому что там был вариант, что взять дикий пепелаца за 100 тысяч рублей и инструмент к нему в придачу. И я рад, что вы мне желаете что-то взять именно для путешествия, для наслаждения, так сказать, природой, для наслаждения дорогой. Ну, то есть для приятного путешествия, а не, как говорится, одно отвалилось, второе отвалилось по СТОшкам там на тросу и так далее. Вот зацените стадион. Прям вот здесь на мысу, хоть здесь заборчик какой-то разваленный и написано вход закрыт, но люди бегают. И как же офигенно здесь. Просто под пение чаек, под хруст крабиков и под соленый воздух морской. Бегать здесь вообще классно, чем я сейчас и займусь. То есть вот теоретически вы живете, а вот вся эта красота. Ребят, по поводу просит ваших из комментариев, по поводу просмотра тех или иных моделей. Скоро сделаю короткие видео, так называемые сейчас шорт видео. На ютубе ввели такую функцию. Все покажу вам. Кстати, про комменты, ребят, спасибо большое за поддержку. Да и вообще даже не про какие-то хвалебные или еще что-то комменты. Вот вообще любой позитив, какие-то истории, какая-то информация, которой делитесь, это в любом случае внимание. Самое главное же это внимание, внимание от вас. Это очень сильно мотивирует. Те же подписки, даже когда один человек, смотришь, прибавляется, или два, или даже пятьдесят. Это вообще просто офигенно. Тогда как бы хочется и снимать, и делиться и впечатлениями, и информацией, и всеми вот этими моментами. Так что давайте все заходите. Ну а дальше, значит, у нас будут, получается, коротенькие обзоры машин из комментариев, которые вы просили. Ну и видос уже получается, надеюсь, с покупкой, а может быть еще и с выбором. То есть я снимаю что-то интересное, конечно же, буду показывать. Опять же, повторюсь, никакой спешки у меня нет. Все лето впереди, жара, позитив. Спешка, она нужна только при ловле блок, так скажем. Поэтому я никуда не спешу. Я хочу наслаждаться именно вот этим сегодняшним днем, именно этим моментом, чего и вам советую. Все, всем спасибо большое за просмотр. Всем удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok